Всем привет! Мы, как всегда, зависим от погоды. Сегодня дождь, ветер, поэтому, естественно, ни сенокос, ни к пчелам мы пойти не сможем. Единственное, конечно, можно было дома ремонт поделать. Мы начали там клеить обои. Но надо ехать за тарой под мед, еще кое-что там взять. В общем, решили использовать этот день на поездку в город. А еще в районном центре у нас заказ Фаберлик. Ваню взяли. Ване надо, кстати, ботинки тоже купить. Потому что у него вырос он из всей обуви, из такой более-менее теплой босичком. Вообще стараемся сейчас в последнее время детей не брать, потому что лишний раз там инфекцию, чтобы не цеплять. Но без него у меня не получается обувь подобрать. Потому что сейчас даже вот с ним, даже мы тогда, я смотрю, вроде как, думала, что подойдет. Начинаем мерить или сильно широкие, или узкие, или маленькие оказываются. В общем, лучше с ним. У него вот такие сандалики. Это мы покупали еще Кате. Делали под заказ, ортопедические. И Катя, получается, в них проходила. Даша и Ваня. С ягодками. Ну, пусть я хотела ягодки убрать. Хорошие очень сандалики. Саша с Ваней пока пошли за запчастями для трактора. Я покажу, что Фаберлик заказала. Потому что домой приедем. Это все у меня разойдется. По дому забуду. Заказала Кате вот такой рюкзак. У нее еще целый. В прошлом году у нее посреди года вообще вся фурнитура сломалась. Пришлось покупать. Ну, вот я посмотрела. Думаю, возьму. Показывать ей или нет. Если показать ей сразу надо будет снова мыть. В общем, я как бы взяла про запас. Если вдруг сломается, чтобы был. Мне понравился материал. Вообще, по отзывам говорят, хорошо. Служит вот такой рюкзачок. Он такой прям плотная плащевка, что ли. Я так думаю, протирать его будет удобно. Здесь замочек под мелочевку. Под всякие какие-нибудь ручки. Ну и внутри один большой отдел. И кармашек. Кармашек. Внутри тоже материал приятный. Не скользкий, как вот обычно делают. И сзади такая спинка. Посмотрим, сколько прослужит. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы пока полежал. Обычно же детям, когда покажешь, надо срочно новье одевать и носить. Так, новая серия у Фаберлик вышла. Здесь в составе волокно пшеницы. Такая большая досточка. Приятный цвет. Есть еще бежевый. Я зеленый захотела. И я на пробу заказала кружечки. У нас постоянно бьются кружки. Не знаю, мне кажется, там написано было или нет. Горячая, скорее всего, нельзя. Но девочки у нас горячие не пьют в основном. Морсы, йогурт или что-то такое. И то, что здесь крышечка закрывается. Меньше возможности, что это все разольется. Так, что еще? Порошки. Вот последний раз я показывала из этой серии. Мне очень они понравились. Мне и та серия нравилась. Эти, по-моему, еще лучше тоже отстирывают. Для цветных тканей. Для белых у меня еще есть. Для цветных уже почти закончился. Кондиционер. Еще вот такая штучка. Там вставка выпала. В общем, сюда чеснок кладешь и тереть. Мне кажется, даже удобнее, чем... Да, чем чеснокодавка. Промывать ее будет удобно. Посмотрим, как будет показывать себя в работе. Вот это вот. А тут наклейка, что ли, отклеилась? Ничего не пойму. С одной стороны. В общем, это масло для кончиков волос. Волосы у меня волнистые, сухие. И надо чем-то их смазывать периодически. Чтобы кончики не пересыхали. Потом решила обновить кисточки. У меня уже все старые. Для теней. Заказала. Вот этот крем я уже показывала. Мне он очень понравился. Использую как базу под макияж. Тон кожи выравнивает. Мне нравится. Я читала отзывы под этим кремом. Но в основном многим нравится. Мне тоже понравилось. Я вот решила... У меня заканчивается. Решила второй такой заказать. Так. Ну, на бонусы там какие-то гели были. А, бальзам вот. Такой на пробу заказала. Еще у меня тени все старые, пристарые. Решила старые все выкинуть. И заказала себе палетку. Читала, что неудобная открывашка. Вот здесь вот. Механизм вот. Но не знала, что настолько неудобно. Я не могу его открыть. Надо либо какую-то шпильку. Или ножичек. В общем, не знаю, как они. Неужели не тестировали, чтобы было удобно потрепителю. Мне так хочется посмотреть. А открыть не могу. Нету ничего под рукой. Из косметики заказала коричневую подводку. Вот такая самая удобная вообще. Я до этого другую заказывала. Заказывала там же Федерлик. Но все-таки это удобнее. Ваня, куда поехали? Ну, рули, рули. Куда поехали? Был такой ангелочек с кудряшками. Сейчас какой-то такой садичный большой мальчишек стал. Нельзя ножками. Ну-ка, попу сади. Сади попу. Ваня. Ваня. Заехали в ленту. Буквари Жукова здесь продают. Такие, в маленьком варианте. Прописи. Хорошие все эти издания. Карточки. Взять, что ли. Ну, разные книжки еще. Классно, Ваня. Папа. Ваня взяли такие кроссовки. А Ваня красивые? Ай. Ай. И вот такие ботинки на осень. Ай. Понравились. Тепленькие. Ой, красота. Папа. 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 Закидываем бананы. Потом очищаем от мороженого шпурки. Съедаем вафельки. Да. И заливаем это все в молоку. И перемешиваем. Так, у нас сегодня сырники. Со сгущенкой домашней. Да. И с молочным коктейлем. Сейчас я дам тряпочку. Даш, ты туда же на это пролитое ставишь. На вот ложечку. Приятного аппетита. Спасибо. В Экспрессе покупала такие трубочки, чтобы постоянно пластик не покупать. Чистится ершечком и идет он в комплекте. Блин. На. Пока, спасибо. О, еще бы сюда ягодку какую-нибудь. Ну, есть в холодильнике. Я уже точно не буду доставать. Что? Что-то не устроило тебя? По-моему, все отлично. Творожок нужно кушать? Ты вообще сегодня плохо кушал почему-то. Вань, ты не той стороной. Вот так надо пить. Вот так. Нет, так не пьют. Ох, какой ты поперешный стал, а. Ты мне что пытаешься доказать, а? Ваня. Ай-яй-яй, Ваня. И это не устроил. А что? Деликатесы вам какие-то подавай. Забирай, Катя, сырники Ванины со сгущенкой. Да-да. Все, Катя сейчас сырники съест. Ой, как зажатник. Давай помогу. Как-то правильно пить начал. А что надо делать, чтобы ребенок сужился? Забрать у него все, а потом вернуть на место. Сделала бутерброды. Мама у нас так частенько делала. Я уже про них забыла. Это просто батон, чуть-чуть сливочного масла, яблоки и сахара. Но, наверное, надо было их сначала подержать маленько, чтобы он растаял, а потом уже в духовку как-то не весь он растворился. Ну, вкусно. Я в детстве очень любил такие бутерброды. Ну, честно только говори. С молочком? С молоком, да? Да, просто хлеб сухой все перебивает. Ну, понятно, он же подсушен, это бутерброд специально. Они же должны быть сухонькие. Небусно. Даш, попробуй бутерброд с яблоками. Сами полный бутербродов очень хочется пить. Ну, надо с молоком. Нет. Тебе не понравилось? Нет. Ну, и ладно, мы съедим. Барсик. Барсик. Где хвост потерял? Да, Барсик? У него есть хвост, да, мам? Только кусочек остался, да? У нас Ваня, когда родился, кошка дома, кошка и кот, курильский боб тыла, вот с такими короткими хвостами. У бабушки, у Сашиной мамы тоже от нашей кошки, кошечка с коротким хвостом. И Ваня, мы так поняли, мы так поняли, думал, что это норма для кошек. И у сестры, когда кота увидел с длинным хвостом, он все смотрел на него и видно, что же, да откуда вообще, что за лишний элемент, да? Почему длинный хвост? Я как... Дзинь! Бежим! Здравствуйте. Здравствуйте. Простите за обоздание. Садитесь. У нас сегодня урок про динозавров. Я окружающий, мой любимый. Да, окружающий мир. Вы просили принести модели динозавров, я принесла и раскрасила, у меня получил соседичек. Замечательно. А у меня одноцветный. Я еще взяла лисенок и разный перемен. Вот такой. Будем изучать, кто чем питается. Вы подготовились к уроку, домашнее задание сделали, изучили? Да, вот еще зелененький. Ну давай, Даша первая, рассказывай, чем питаются твои динозавры, как их зовут? А я еще не придумываю. Ты не подготовилась к уроку? Ваня говорит нет. Ну давай, Катя, рассказывай. Моего динозаврника зовут Серебрянка. Он питается другими динозавриками. Ой, я придумала, как назвать. Вот, Платаярный. Какой кошмар. Как натало. Не помню, показывала или нет, забегала в книгачей в Биске. Там лежали вот такие книжки, серия книг. Мама! Я взяла вот для двух-трех лет. Даше и то понравилось. Тут есть страничка, где лепить из пластилина. Она любит все это дело. Надо было ей тоже взять. Ну, стоит недешево, больше 500 рублей. Поэтому я пожалела. Но Саша говорит, надо в следующий раз заедем взять тоже и Даше. Покажи меня и Ваню. Катя, не надо его таскать. Катюша! Не надо, ты что? Это самолетик. Катя, не надо, ты насадишься. Одно дело еще где-то там на спину он к тебе, а так нельзя. Это на животик нагрузка. Хорошо? Не поднимай так. Любит Ваня книжки. Ну, ненадолго, конечно, его хватает, но очень любит. Про машины, конечно же, про трактора любит. Из вот этого всего, вот мы открываем, он показывает, что светофор. Техника нас интересует. Да, Ваня? Будущий трактор здесь подрастает. Прошло два дня. Папа, я сток сена накосил. Еще пирог готов. Он у меня, правда, такой корявенький получился. Тесто слоеное было заморожено. Хотелось готовить, времени не было. Положила в холодильник, и два дня оно у меня лежало. Поэтому, ну, не знаю, я так думаю, все равно съедобный будет ягодку туда. В этот раз смородина, вообще замороженную малину, и клубнику беру. В малины с клубникой добавляю крахмал. Катя у нас тут Ваня книжки ремонтирует. Мы же тут недавно заболели. Получается, племянник после аварии, очень серьезные травмы были, сложная операция в Барнауле. И сейчас, по идее, ему как бы надо быть тоже на реабилитации, но центры все эти закрытые из-за коронавируса. Неизвестно пока, когда откроются. И сейчас пока он на реабилитации дома. Надо было ему после операции ездить в местную больницу, там всякие анализы делать, врачи, чтобы еще дополнительно его смотрели. И сначала заболела сестра, племянник, потом Даша. Разом я, Катя и Ваня начали сопливить, и потом дошло до Саши. И как раз мама у нас приезжала в гости, еще и мама простыла. Мама вообще ослабленная организмом. Сейчас в сложившейся ситуации вообще страшно кому-то говорить, что ты простыл, где-то в общественном месте чихнуть. И вообще за близких страшно, когда начинаешь простывать, понимаешь, что это инфекционное, то есть от одного к другому переходит. И думаешь, чем это все закончится. Несмотря на то, что у нас более-менее крепкие иммунитеты, у детей тоже. И вообще мы редко болеем, в принципе, простудой. И если даже какую-то инфекцию подхватили, быстро это все купируется. Мы своими, в основном, народными средствами лечимся. И редко даже каким-то таблеткам или антибиотикам прибегаем. Крайне редко. На этом фоне еще страшнее становится, что ты заболел. То есть сразу мысли, а не коронавирус ли это. Тем более сестра, то, что была в больнице, вполне возможно все это подхватить. Но тут начали общаться. Многие в деревне переболели. И я так думаю, если бы это был коронавирус, скорее всего были бы и осложнения у многих. Но тоже достаточно какая-то сильная инфекция, потому что мы обычно чувствуем, вот начинаем простывать. Буквально день-два начинаем пить настойку прополисную. И все, у нас это все проходит. Мы тут дня четыре, наверное. Два дня вообще прям было плохо. Ну и в жар бросало, вот и все. И в этом состоянии всю семью лечить вообще тяжело. А если не ты, кто еще? Я в этом плане боюсь за Сашу очень, потому что у него вообще легкие, слабые. И в четыре месяца он переболел воспалением легких. И мы пока в городе жили, любая простуда переходила в затяжной кашель, который тяжело было вылечить. И вот мы когда в деревню переехали, я не знаю, может быть и я с опытом уже мы начали лечиться другим, не таблетками. И все равно и экология, и пища, и все, может быть, повлияло тоже. В общем, здоровье стало крепче. Ну и страшно, конечно, за родителей. Насколько наслышанно, людей более старшего возраста тоже очень сильно подкашивает. С нами сейчас уже все хорошо. У Вани еще немного сопельки есть. Кому интересно, покажу, чем мы лечимся. Я уже показывала, у меня есть плейлист здоровья. Если кому интересно, там много интересных видео. Но сейчас покажу все равно. Так, чем лечимся? В первую очередь, это настойка прополиса. Саша еще делает настойку пчелинного подмура. Очень мощное средство. Прополис вообще это природный антибиотик. И мы принимаем не только, когда какая-то простуда, а вообще любые воспалительные заболевания, например, при женских тоже воспалительных всех процессах. Вещь классная. Вообще раз в год, раз в полгода надо в течение месяца пропивать. Но меня не хватает. Так как говорится, как жареный петух клюнет, так и начинаешь пить. В общем, легче становится и как-то забываешь. Хотя надо курсом пропивать. Но он даже за несколько дней помогает хорошо. Нос промываем. Долфином. У нас есть взрослый детский бутылек. Говорили, что опасно детям промывать. Я показывала, что на ушке может быть осложнение. Но нужно промывать правильно. Нужно, чтобы нос дышал. Смотреть. Либо просто сопли, либо вообще там нос заложен. То есть сначала судосуживающие капли, а потом уже промывать. Дети у меня умеют. Не зажимаются, не плачут. Катя сама промывает. Даша я помогаю. И все отлично. Уже много-много лет пользуемся. Ну и сами тоже. Можно порошками. Можно делать просто раствор. Насколько я помню, на литр кипяченой воды чайная ложка соли. Порошки вообще дороговато. Но мне так удобнее. А в ванне я вот в такие... Я покупала. Сиалор аква. Я сюда из большого бутыля физраствора шприцом с иголкой заливаю. И в носик капаю, промываю. Вот капельки делаю я сама. Это кедровое масло и живица кедровая. Девчонкам вот по 5%. Взрослым я делаю 10%. Более концентрированный раствор. Так. Что еще? Мажемся мазью. Пазухи носа. Ваню вообще с ног до головы мазали. Ему тоже лишний раз... Ну как? Не лишний раз, а просто какие-то настойки. Или что-то такое не дашь. Поэтому... Но еще, мне кажется, Ване дало то, что он все-таки на груди же у нас до сих пор. И у меня антитела к этой болезни вырабатываются. И то, что я вот это вот все пью, тоже, скорее всего, что-то передается. Но вот мазюкой тоже это тут прополис и живица. Гусиный жир. Вещь очень тоже хорошая. Из покупного еще сибирское здоровье, корень, тоже очень-очень хорошая вещь. При температуре обтираемся. Я девчонкам температуру не сбиваю. Там до 39 точно. И его можно принимать вовнутрь. Пить неприятно. Ощущение, как будто пьешь какой-то, я не знаю, масят спины. Но тоже помогает. Это про прием вовнутрь мне рассказывала женщина, которая много-много лет уже сибирским здоровьем занимается. Жена бывшего главы сельсовета нашего. Тоже взяли на заметку. Ну, мы чаще всего обтираемся, когда температура. Что еще? У меня тут он... Это не грязно, это в свекле. Делаю я... Тоже у меня есть рецепт в плейлисте. Свекла свежая. Натираю на терке, в баночку и яблочным уксусом. У меня домашний, но можно и магазинным. Заливаю, может, там половину. И ночь стоит. Потом процеживаю. Мы просто полощем горло. И часть сглатываем, просто глоточек. Горло, когда першит, болит вещь прям хорошая. А Ване вот сюда заливаем. Я держу, например, или Саша держит, а я нажимаю. И у него это все умывается и все равно сглатывает части. Вот. Это уже прям много лет мы пользуемся. Что? Пихтовое масло, варомолампу мы используем. Вообще его тоже можно вовнутрь принимать. Мне целительница вот говорила. Мы тогда ездили, когда в Таштагул. На теплое молоко 7 капель взрослому 3 раза в день. При кашле. Это именно вот когда уже кашель. Ну и вообще, в принципе. Вот. Ну что еще? Солодку завариваю. Вот эти все травки пьем. А, еще у нас тубусный кварц. Тоже я показывала в видео. Еще в течение первых трех дней можно обрабатывать горлышко, носик. Ну и как-то вот мы этим обходимся. По крайней мере, в этот раз обошлись. Еще мы вчера с Катей, Катя мне помогала, позавчера с Сашей клеили обои. Лежали эти обои уже давно. Все ждали, когда перенесем детскую, выровняем стены. Не могу уже. Хотела себе поднять настроение. Поэтому наклеили. Окно ждет Сашу с обоями. Все поаккуратнее будет. Пусть как бы мебель заставлена. Но, по крайней мере, не ободранные стены. Куплю еще клей. Клея не хватило. И доклеим вокруг окон. Где-то еще там осталось клочочки доделать. Будет получше смотреться. Смери. Смери. Блин, тут мокрые еще. Блин, тут мокрые. Стави, сахнут так. Я вытру сейчас. 59 мы решили, да? Да. Вы решили 259. Саш, давай вот так. Ну, подогрень что-нибудь. Стой, это. Не надо меньше на сне тене, да? Не надо меньше. Все нормально. Да, у меня вот, смотри, на потолок залази. Что, опустить? Ну, так я снизу-то обрежу, если что. Обои эти куплены у нас уже давным-давно. Наверное, года 4 назад мы были в Новосибирске, заехали в Леруа Мерлен и купили такие самые недорогие. Особо там как бы не выбирали. Так, свеженькие и ладно. Там посмотрим. Конечно, хотели ровнять стены гипсокартоном, скорее всего. И вообще, я уже за это время передумала клеить обои. Хотела делать под покраску. Просто ровные, светлые стены. Ну, пока таких каких-то масштабных ремонтов нет возможности делать. В этом году все силы будут брошены на ремонт в детской, на пристройку. Я понимаю, что здесь у нас ни финансово, ни по времени не получится у нас добраться до зала. Какие-то кардинальные ремонты делать. Поэтому решила не ждать, освежить уже. Еще планировала во всей комнате поменять шторы. Точнее, на два больших окна шторы заказать. В то декоре я хотела. И одинаковую вуаль и здесь. И там, получается, у нас на вот это помещение, оно у нас большое. Большая комната. Тут и зал, и детская у нас сейчас. И кухня. Планируется просто, чтобы потом здесь был диван. Ну, как зал, гостиная и кухня. Тут уже будет просторно, когда всю детскую мебель отсюда вынесем. И чтобы окна были под одно. Все-таки, что одна комната. Надо одинаковые шторы. Точнее, хотела одинаковую вуаль, а шторы, скорее всего, на ту сторону, где два окна.